Здравствуйте! В эфире наши новости. О событиях дня вам расскажут мои коллеги-журналисты и я, Денис Симоненко. Один за всех и все на одного водителя маршрутки. Жители Трехпрудного теперь некому отвозить на работу в город. Все добираемся на одной маршрутке. Как селедка набивает это маршруткой. Зооскандал. Директор сафари-парка не зарекается от тюрьмы. Речь идет о самом настоящем рейдерском захвате, когда год остался до открытия сафари-парка. В Крыму сегодня подорожал проезд на междугородных и пригородных автобусах. Тариф увеличился с 18 до 22 копеек за километр. Маршрут Симферополь-Ялта стал дороже на 4 гривны. Тяжело теперь придется жителям пригорода, которые ездят на работу в крымскую столицу. Человек, живущий в 20 километрах от города, заплатит 4 гривны 40 копеек в пригородном автобусе и еще 2,75 в городском. В целом за дорогу он выложит более 7 гривен и столько же за обратный путь. За 22 рабочих дня на дорогу он потратит почти 315 гривен, то есть треть минимальной зарплаты. Сейчас Совет Министров рассматривает возможность установить индивидуальные тарифы на перевозку пассажиров. Для этого создана специальная рабочая группа. По закону об автомобильном транспорте тариф должен устанавливаться каждому перевозчику отдельно. Поэтому мы таки будем делать, ведь у каждого перевозчика своя затратная составляющая. Поэтому люди не должны удивляться разнице цен на проезд. Там будет закладываться и комфортность, где-то может быть и чай будет предлагаться, поэтому и проезд будет дороже, заявил председатель Республиканского комитета по транспорту и связи Николай Черевков. Транспортная реформа уже отразилась на жителях села Трехпрудное Симферопольского района. Месяц назад городской исполком принял решение изменить маршрут Трехпрудное-микрорайон Загородный на Трехпрудное-Центральный рынок. В результате сокращения маршрута водители уволились. Теперь село обслуживает только одна машина. В первый раз маршрутка появляется на сельской остановке в 6.40 утра. Посадочных мест в ней 19, а желающих уехать на работу и учебу в Симферополь не менее 50 человек. Кто успел сесть в автобус, тому повезло. Остальные идут пешком 3 километра до Чистенького. Мы все работаем в Симферополе. Дети учатся у нас тоже в Симферополе. И вот все добираемся на одной маршрутке. Как селедка набивает эта маршрутка. Зимой холодно, ветер страшный, дети мерзнут. Мы взрослые не можем идти. Я один раз пошел, я чуть холодно, чуть не замерз, чуть не умер. Стыдно в 21 век. Говорят, уже на вертолете на работу добираются люди, а у нас нет элементарного. В 2006 году люди добились, чтобы трехпрудное обслуживали 4 автобуса. Они ходили с периодичностью в 20 минут и перевозили в общей сложности около 2000 человек в день. Сейчас здесь изредка появляется только одна маршрутка, которая едет лишь до центрального рынка. Чтобы добраться до работы, людям приходится переплачивать за лишние пересадки. Задача данного маршрута – вывезти людей с села и довезти до какой-то транспортной развязки. Я не думаю, что все жители и все едут именно с села Трехпрудного в микрорайон загородный. Очевидно, все доезжают они до центра. Центральный рынок – это тоже центр города. И откуда могут они на любом транспорте, как на троллейбусах, так и на автобусах, разъехаться по всему городу. Водителям стало невыгодно работать, и они самовольно ушли с маршрута. А сельские жители начали атаковать приемные в городском совете и совете министров Крыма. Везде, говорят люди, им дали отворот-поворот. Напишите новое заявление, соберите подписи, принесете, в течение месяца получите ответ. Я говорю, нас это не устраивает, мне нужна личная встреча. Жители села Трехпрудное надеются, что чиновники прислушаются к их просьбам и восстановят прежний маршрут. В противном случае они угрожают крайними мерами – перекрыть трассу Бахчисарай-Симферополь. Марина Павлова, Андрей Акатьев, Служба новостей и ТВ, Симферопольский район. Реально ли пять минут подержать в руках 22 тысячи долларов и ближайшие 10 лет не задумываться о проблемах жилищных? Сотрудники милиции говорят, что да. Такой возможностью воспользовались инспектор Государственной Азово-Черноморской экологической инспекции и сотрудник компании по обслуживанию кораблей. Задержанные требовали у представителя Бюро технического надзора судоходства взятку в размере 25 тысяч долларов. Претензия была на сумму 75 тысяч долларов. И за невыставление этой претензии сотрудник Азово-Черноморской экологической инспекции вымогал взятку в 25 тысяч долларов. То есть, торговались на 22 тысяч долларов. По факту получения взятки Кершинская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело. Вымогатели после решения суда могут поплатиться свободой с конфискацией имущества. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями зафиксировали и факт браконьерства. В Черноморском районе правоохранители обнаружили автомобиль, набитый рыбой ценных пород. Белуга, Севрюга и Камбала-Калкан были отгружены с рыболовецкого судна. Всех участников афера задержались поличным. Были задержаны перевозчики рыбы и подозревается капитан судна, владелец судна по Черноморскому району. Ущерб, причиненный государству в результате незаконного вылова, составил более 13 тысяч гривен. По данному факту прокуратурой Черноморского района возбуждено уголовное дело. И о другом уголовном деле. Открытие самого ожидаемого зоопарка на Украине может не состояться. Директор сафари-парка в Белогорском районе опасается, что скоро попадет за решетку. Почему, знает Дарья Ковган. По словам директора сафари-парка Олега Зубкова, в 2006 году он выкупил целый комплекс бывшей военной базы «Сокол» и сразу начал оформление земельного участка. Несмотря на приобретенное на биржевых торгах право собственности, договор аренды местной власти так и не подписали. Сегодня все находится в процессе, в процессе узаканивания. Есть собственность, на нее оформлены православные документы, в БТИ, в вытяге. А процесс узаканивания земли, он идет. К сожалению, он затянулся. Поэтому сегодня возникают эти коллизии. Процесс оформления арендной платы не просто затянулся. Срок на изготовление проекта по отводу земли истек в конце 2009-го. В марте этого года инспекция Рескомзема выехала на проверку спорного участка. Был установлен факт самозахвата земельного участка на площадь 20 гектаров. Никаких документов, про устанавливающих их на землю, в этом предприятии не существует. Ущерб был установлен на государство на 20 гектаров, 355 тысяч гривен. Я не мог в данном случае заключить договор сам с собой. Я предоставлю вам копии документов, которые свидетельствуют о моих неоднократных обращениях за эти годы в органы местного самоуправления для получения договора на землю. Я не виновен в том, что городские власти не могут разобраться, так сказать, чья же это земля и выделить ее в законном порядке. Сегодня директору зоопарка, на которого завели уголовное дело, вручают повестку в суд. Он уверен, Фемида ничего не решит, все заранее спланировано. У меня повестка от следователя прокуратуры, его варенка. Я должен ее вам вручить. Это мое поручение от прокуратуры. Спасибо. Давайте я расспешусь. Распишитесь, пожалуйста. Можно помочь. Речь идет о самом настоящем рейдерском захвате. Сегодня кому-то приглянулся этот участок в 35 гектар. Другого объяснения я не могу найти. Белогорский сафари-парк претендует на звание самого большого зверинца на Украине. Здесь обитает множество редких животных и птиц. Самые уникальные – карликовые. Но визитной карточкой зоопарка должны стать около 50 львов, свободно гуляющих по территории. Наблюдать за семейством кошачьих посетителям можно со специальных мостов. Сегодня нескольких львов впервые выпустили из вольеров на природу. Два самца сразу принялись делить корону. Они будут делить территорию, метят, ходят. И уже вторая группа не может зайти на их территорию. И эта территория будет разделена между 48 львами. От решения суда будет зависеть будущее сафари-парка. Будут ли вы гулять на свободе или нет, жители и гости полуострова узнают после вынесения приговора директору зверинца. Дарья Ковган, Александр Чукалов, служба новостей ТВ, Белогорский район. Жители Симферополя помолились за упокой души узников так называемого картофельного городка. В годы войны на территории бывшей овощной базы фашисты устроили концлагерь для военнопленных. Тысячи советских солдат, партизан и подпольщиков были зверски замучены. Ефросинья Степановна в детстве чудом избежала этой участи. У нее был отец в Красной Армии и двое братьев в партизанах. В их доме укрывались беглые военнопленные. За это семью хотели отправить в картофельный городок. Маму ударил немец. А мы вцепились. Мама взяла Федю на руки. И мы вцепились за ней. Она так нам сказала, чтобы мы не отпускали, потому что за ноги, за руки мы на колоуправе жили. Кидают этих пленных и ввозят в Синверополь. Говорят, в картофельные подвалы куда. Там они, кто попал туда, в картофельные подвалы. Знакомых, кого мама не спросит, никто не вернулся. На месте концлагеря отслужили панихиду, после чего к памятному знаку возложили цветы. Первую мемориальную доску здесь установили еще в 80-х годах, однако она пропала бесследно. Эта плита во внутреннем дворе овощной базы появилась совсем недавно. А вскоре мемориальную доску повесят на улице, чтобы ее могли видеть прохожие. Городской совет абсолютно поддержит. Мы в комиссии проведем. Считаю, что это категорически обязательно надо делать. Кроме того, мы сейчас разговаривали с батюшкой, обсуждали о целесообразности часовни. Первыми пленниками картофельного городка стали красноармейцы, плененные на Перекопе. Позже их ряды пополнили защитники Севастополя, а затем лагерь разделили на военный и гражданский. Узников содержали прямо под открытым небом. Мирных жителей отсюда грузили в вагоны и отправляли на работы в Германию. Заключенных кормили похлебкой из-за трубей и картофельной шелухой. Их мучили жаждой. Ежедневно от голода, холода и болезней умирало около 50 человек. Ирина Камышева, Александр Чукалов, Служба новостей и ТВ. Мы продолжаем выпуск. Смотрите далее. Дайте детям вакцину. В Крыму перестали прививать от туберкулеза кори и краснухи. В прошлом году было 4 случая столбняка. Два из них летальных. Холодный май 2011-го. В Крыму тепла пока не предвидится. Убирать в гардероб теплые вещи еще рано, уверяют синоптики. Но уже совсем скоро, 20 мая, крымчане в полной мере смогут насладиться теплой погодой. В Крыму нечем защищать детей от вирусов. В дефиците самая необходимая вакцина – туберкулеза, кори, дифтерии и краснухи. Самым маленьким крымчанам не сделали необходимые прививки. Такие малыши, говорят врачи, находятся в постоянной зоне риска. В поликлиниках Симферополя заканчиваются вакцины, необходимые для плановых прививок. В процедурных комнатах пустые полки. Иммунопрофилактику недополучают 50% детей в возрасте до 2 лет. Проблемы начались с конца прошлого года. Первыми понесли потерю вакцины БЦЖ. В декабре на приобретение нужных препаратов государство выделило лишь 69 миллионов гривен. На эти деньги приобрели 10 тысяч доз БЦЖ, но их Крыму хватило всего лишь до начала мая. На исходе запасы вакцин и от других инфекционных заболеваний. В некоторых поликлиниках детей уже не прививают. Участковые врачи сейчас вынуждены составлять новый календарь прививок для тех детей, которым БЦЖ сделали не вовремя. Как только долгожданная вакцина появится, педиатры начнут в первую очередь прививать новорожденных. Ситуация настолько критическая, что находится на контроле и врачей, и властей Симферополя. БЦЖ нет. По моим сведениям, Минздрав вопросом этим занимается, потому что мы мониторируем ежемесячно этот вопрос, какие вакцины будут. По моим сведениям, проходится сертификация БЦЖ, имеется в виду. Аналогичная ситуация по всему Крыму. В республиканском СЭС уже бьют тревогу. В запасах практически ничего не осталось. Полимелитные вакцины против кори-дифтерии и столбняка, то есть те, которые составляют основу календаря прививок. По недостатку этих вакцин мы обращаемся в Минздрав Украины достаточно регулярно, чтобы восполнить эту недостаточность. Не знают, что делать дальше и рядовые врачи. Если не сделать вовремя очередную прививку, вся предыдущая иммунизация пойдет коту под хвост. Жалуются они. Сегодняшний коллапс с лекарствами может привести к более серьезным последствиям. Например, к эпидемиям. На сегодняшний день у нас наблюдается рост заболеваемости по коклюшу. Вот, например, в 2010 году по сравнению с предыдущими годами он вырос более чем в три раза. Но, к сожалению, у нас в прошлом году было четыре случая столбняка. Два из них летальных. Чтобы болел у нас ребенок столбняком, я такого в своей практике не помню. Под угрозой срыва массовой вакцинации шестилеток. Перед первым сентября их необходимо привить от шести инфекций. На эту кампанию медикаментов нет. Из-за пробелов в прививочных картах родители ждет еще один неприятный сюрприз. Без нужных инъекций им будет крайне сложно отдать своих малышей в детские сады и школы. К тому же для непривитого ребенка соседство с другими детьми будет опасным. Дети в садике, например, против коклюша привиты. Такой ребенок может болеть коклюшем, но он болеет этим коклюшем в легкой, стертой форме. Он послужит источником инфицированного для ребенка непривитого. И непривитой ребенок коклюш перенесет уже с осложнениями. Осложнения это в первую очередь на нервную систему, что тормозит развитие потом детей, на дыхательную систему, вплоть до бронхиальной астмы. Медики советуют, родители сами должны позаботиться о здоровье ребенка и приобрести вакцину за собственные средства. Тем, кто все же решит подождать с прививками, Министерство здравоохранения Украины обнадеживает. В середине лета поставки вакцин возобновятся. Юлия Кузьменко, Андрей Акатьев, Служба новостей ИТВ. 12 мая – Международный день медицинских сестер. Профессиональный праздник отмечается в честь знаменитой англичанки Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны организовала первую в мире службу сестер милосердия. Каждое утро в течение 40 лет Ирина Баранова заступает на службу в поликлинику Симферопольской районной больницы. Она – старшая медицинская сестра. Ее рабочий день начинается с получения наркотических препаратов для онкобольных. Ну как вот, например, я не поеду на участвовать, не отвезу наркотики. Он к больному, который не поднимается, который не ходит, ничего. Он только смотрит глазами и умоляюще просит, чтобы обезболили. Любая непогода, все, там, ждем, пока разгребут снег, все, и едем. Когда-то в юности перед нашей героиней возникла дилемма – поступать в горный техникум или в медучилище. Других учебных заведений в городе не было. Выбор был сделан в пользу гуманной профессии. Теперь у Ирины Барановой общий медицинский стаж работы – 53 года. Неплохо тебе? Не упадешь? Работы много. Например, вести ежедневный учет, хранение и выдачу инсулина всему Симферопольскому району. Этот препарат продлевает жизнь диабетикам. Вот, два флакона. Хранить в холодильнике. Спасибо. Все, хватит на месяц. Ирине Барановой – 71. Уже 15 лет она находится на пенсии, но при этом успешно выполняет обязанности старшей медсестры. В ее подчинении – большой женский коллектив – 30 человек. Пенсионерка собирается работать до последнего, пока будет позволять здоровье. Работа медсестры иногда бывает важнее, чем работа врача. Хорошая медсестры и нерадивого врача. Поэтому все те проблемы, которые возникают в работе медсестер, они напрямую отражаются на больных. Поэтому эту профессию заменить просто нельзя ничем. За неоценимый труд сегодня во всем мире благодарят представительниц одной из самых нужных профессий – медицинских сестер. Марина Павлова, Лиля Ахтемова, Служба новостей и ТВ. Вопрос, который корреспонденты ТВ поднимут в следующем сюжете, интересует всех нас. Когда уже на полуострове будет тепло? С синоптиками общалась Александра Пермякова. Весна в этом году не радует, но лето будет теплым, уверяют в гидрометеоцентре. Холодный ветер и низкая температура вызваны циклоном, который замораживает полуостров. Погода в Круму обуславливает высотный циклон. Расположен с центром, он над Турцией и с северными потоками в Крым проникает холодный воздух. Надо сказать, что из всей Украины в Крыму самые низкие температуры. Как бы полюс холода переместился сюда. Синоптики отмечают, подобные похолодания случаются каждый год в мае. 2011-й не стал исключением. Правда, на этот раз прохладный период затянулся. В рабочем журнале гидрометеорологи фиксируют температуру воздуха ниже климатических норм на 2-3 градуса. На урожае, уверены специалисты, это никак не отразится. Проблем особых нет. Единственное, что у нас последние заморозки были 7-8 мая. Еще на поверхности почвы были заморозки до 0-3 градусов. Но рассада еще не высажена. Я думаю, что особого влияния не принесли они. Середина мая, а природа еще просыпается после зимней спячки. Обычно на 9 мая сирень уже отходит. Но в этом году на День Победы она только начала распускаться. Немножко прохладно. Пасха затяжная была. Если бы не Пасха, то было бы уже давно тепло. Вообще-то хотелось бы уже весны, а ее до сих пор нет. Ну, для мая, конечно, холодно в Крыму. Для меня, наоборот, хорошо. Чем жара? Конечно. Самая высокая температура воздуха в Симферополе в начале мая была зафиксирована в 59-м году. 30 градусов тепла. Но такой отметкой ртутные градусники нас порадуют не скоро. Убирать в гардероб теплые вещи еще рано, уверяют синоптики. Но уже совсем скоро, после 20-го числа, крымчане в полной мере смогут насладиться теплой погодой. И для сравнения, в прошлом году, 12 мая, максимальная температура воздуха составила 21 градус. Кроме этого, наблюдались кратковременные осадки и даже гроза. Александра Пермякова, Андрей Акатьев, Служба новостей и ТВ. И о более долгосрочных прогнозах. Лето 2011 будет холодным. Аномально жаркой погоды, как в прошлом году, не ожидается. Такой вывод сделал гелиомеханик Владимир Норманский из Симферополя. Владимир Норманский в своем рабочем кабинете находится почти 24 часа в сутки. Все это время он изучает солнечную систему и движение планет. Такому ремеслу он отдал 30 лет. Здесь видно этот взгляд с северной точки мира на солнечную систему. Здесь видно, где, какие планеты. Исследователь уверяет, все процессы в мире зависят от вектора скорости планет солнечной системы. В этом году в свет вышла его научная работа, посвященная цикличности климата. Теперь он может сделать прогноз, каким будет это лето. Есть известный в климате и в солнечной активности есть известный цикл 83 год. Смысл в чем? Что погода в 1928 году соответствует погоде в 2011 году, через 83 года. С уверенностью можно сказать только одно. Погода летом будет плохая и даже в какой-то степени холодная. Видно, что вот отклонение от средней температуры, вот эта вот черная полоса, это средняя температура в пределах 1775-2009 года. Значит, видно, что отклонение от средних температур в сторону повышения, высокой, там больше 4 градусов. В прошлом году это было и по июлю месяца. В августе тоже отклонение, тоже, ну жаркое лето было прошлое. А вот следующее, черные полоски, это этот год. И вот видно, что здесь температуры и в июне низкие, относительно средних, и в июле, и в августе. Это значит, что лето будет холодное. Такое лето в этом году Владимир Нормандский предсказал жителям Санкт-Петербурга. То же самое добавляет он ждет и крымчан. А все потому, что во всем мире высокие температурные показатели до 2017-го будут идти на спад. Кстати, это касается не только климата, но и мировой экономики. Планета впадает в депрессию. У нас сегодня 11-й год, вот можно посмотреть. Май 10,3, июнь 11,5, июль 14,7, август 15, низкие температуры. Но это средние. Это средние, среднемесячные температуры. Исследователь признается, мечтал сделать для крымчан более точный прогноз на лето. Для этого нужны данные о погоде в городах полуострова за последние 83 года. Но крымский гидромедцентр предоставил ему лишь среднеобластные данные за 20 лет. А по ним, с сожалением, говорит Владимир Нормандский, достоверные прогнозы сделать нельзя. То, что лето 2011-го не будет жарким, подтверждают и в гидромедцентре Украины. По прогнозам синоптиков, максимум температура воздуха днем поднимется до 25 градусов тепла, ночью 10-15 градусов. Так что повторения прошлогоднего аномально жаркого лета не будет. Екатерина Зоева, Андрей Акатьев, Служба новостей и ТВ. Крым-Теплица дома уверенно переиграла одного из лидеров нынешнего чемпионата 1-й украинской лиги по футболу Буковину из Черновцов. Победа позволила молодежницам вплотную приблизиться к когорте лучших. Беспроигрышная серия подопечных Николая Федорко составляет 6 матчей. Главный тренер Буковины Вадим Заяц оставил в запасе своих лидеров. В первом тайме на поле не вышел и лучший бомбардир чемпионата Руслан Гунчак, забивший в нынешнем сезоне 18 мячей. Мы посчитали, что эта игра не стоит того, чтобы травмировать их. У нас есть игры, где мы должны, я могу так сказать, более легкие тречка взять, чем это. Никто не говорит, что мы не играли сегодня на победу. Уже на первой минуте Крым-Теплица могла открыть счет. Два момента для взятия ворот не использовал Владимир Семанчук. Не хватило точности удару Павла Щедракова с линии штрафной. На 20-й минуте Крым-Теплица все же смогла забить дебютный мяч за молодежницев и за пределы штрафной забил Латон Сверидов. Буковина могла отыграться спустя 10 минут. Евгений Сантропинских прострелил на Романа Степанкова, но завершающий удар у нападающего откровенно не получился. А в дебюте второго тайма сработала связка хозяев Свинцитский-Трухин. Первый стал автором двух голевых передач, второй – первого дубля футболки Крым-Теплицы. Оба мяча Дмитрий забил примерно с одной позиции, только сначала он сделал это ногой, а затем отправил мяч в сетку гостей со второго этажа. Вадим Заяц бросил в бой лидеров команды и на 67-й минуте Буковине удалось сократить отставание. Гол на счету 18-го номера Александра Семенюка. Гости перехватили инициативу и следующие 15 минут провели на половине поля хозяев. Ну мы, наверное, чуть-чуть ниже сели просто, из-за этого начались, как бы, они начали владеть. Ну, в принципе, я считаю, что мы правильно, может быть, в какой-то степени правильно сделали, что сели ниже и, как бы, встречали их на нашей половине. Потому что в игре с черноморцем мы, наоборот, при счете 1-0 начали их прессинговать и из-за этого, можно сказать, и пропустили. Игроки вышли со скамейки по каким-то причинам не совсем удачно в игру. Ну, это бывает. Сейчас в этой игре мы дадим следующее отдохнуть больше игрокам основного состава, дадим тех, на которые мы рассчитываем, но по каким-то причинам они не играют. И посмотреть, как для будущего нам уже хотелось бы знать, кто с нами пойдет дальше или с кем, может быть, даже и расставаться. За время оставшиеся до финального свистка могли отличиться и хозяева, и гости. У Крымтеплицы намного выше ворот после передачи Трухина пробил Свинцитский. У Буковины шанс оформить дубль упустил Семенюк. Мяч после его удара разошелся в сантиметрах со штангой ворот Романа Мысака. 3-1. Крымтеплицы устанавливает рекорд результативности под руководством Федорко. Молодежницы не проигрывают уже 6 матчей. В воскресенье крымчан ожидает игра с уже понизившимся в классе Прикарпатием. Затем тепличники получат 3 очка автоматом за техническую победу над уже не существующим Фениксом Ильичевцем. Тарас Березицкий, Андрей Акатьев, Александр Чукалов. Служба новостей ИТВ Аграрная. На сегодня это все. Напоминаю, что мы делаем новости для вас и вместе с вами. Поэтому звоните нам по телефону 050-497-66-06 или сообщайте на сайт ИТВ Инвей. Всего доброго. До свидания.